МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Нас превратили в ансамбль очаровательные глазки. Спросили про такой? Конечно, особенно жители Беженского района. В 11-й школе очаровательные глазки работают уже более 30 лет. Сотни детей тут учились спеть и танцевать. Городские праздники, престижные областные, всероссийские и международные конкурсы. На каких только сценах не выступали очаровательные глазки. Выкладываются и всегда успеют. Да, чтобы так выступать, надо выкладываться. Брейк – это очень сложно, поверьте. Начали ты с простого. Вбок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше прыжок добавляем с прыжком. Пять, шесть, семь, восемь. Прыжок, шаг, прыжок, шаг. Прыжок, шаг, прыжок, шаг. Дальше вбок, право-влево делаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Руки переставили. Три. И еще раз. Раз, два и три. Все, молодец. У тебя получилось. Ты красавец, молодец. С каждой минутой все сложнее и сложнее. Не сдаемся. Четыре, пять, шесть. Стоим! Давай я тебя буду держать. Иди сюда. Вставай. Опа. Стоять. Стой, не бойся. Не бойся. Стой, 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 стой. Вот. Стоишь. А теперь барабанная дробь. Сейчас получится. Я буду страховать. Давай, смотри. Первое, что мы делаем, садимся вот так. Дальше голову опускаешь вот сюда. Поднимаешь две ноги. Одну ножку, потом вторую. И вторую догоняй, догоняй. Вот. Отлично, опускаешься. Все, ты справилась. Обратите внимание, в группе брейкеров одни мальчики. Посмотрите, как они умеют. Вот это темп, техника. В нашем коллекте в мальчике в основном это учащиеся этой школы. Поэтому те, кто ходит сюда, им как бы проще туда записаться. Они знают информацию, что здесь идет набор по брейк-дансу. И мальчики приходят, им интересно выступать, им интересно как бы вот эти сокрушения. У них энергия кипит, поэтому это их стихия. Вот они сюда приходят с удовольствием. Когда я начинал, тогда информации совсем было мало. То есть я учился по видеокассетам. Тогда были батлы. Очень редко их можно было где найти. Оттуда брали информацию. Потом также раз в неделю появлялись на телевидении, выходили передачи молодежные. Тогда были башни, такая передача. И там понемножку, по кусочкам показывали какие-то уроки. То есть вот мы по крупицам собирали эту информацию и что-то для себя, ну, учили какие-то движения и делали из них общий танец. Вот. А сейчас намного проще, потому что есть интернет, есть много сейчас студий, школ всяких там, то есть люди обмениваются опытом. Это намного быстрее и проще научиться снасовать. Занимаюсь я года уже четыре. Почему брейк-данс? Это как-то случайно вообще получилось. Руководитель создал эту группу. Я решил пойти, потому что, ну, новое направление, интересно было. Улыбаться не забываем. Прыжок высокий. Это тоже очаровательные глазки, но только другое направление. И тут уже занимаются только девочки. В этом танце совсем маленькие и уже школьницы. Комфортно ли тебе заниматься с детьми разного возраста? Мне восемь лет. Мне очень нравится тут заниматься, потому что здесь очень хорошие хореографы. Мы очень много занимаемся и нам очень нравится то, что мы ездим там разные. Еще я начала заниматься танцами с шести лет. Тут очень комфортно заниматься, потому что здесь очень хорошо обучают. Так, девочки, начинаем с плие. Да, напоминаю, два счета вниз, два наверх. Поехали медленно. И вниз. Раз, колени раскрываем. Два, наверх. Раз, два. Занятие у балетного станка. На минуточку. Мы не в хореографическом классе, а в школьном ансамбле. Классический танец – это всегда основа. Это корпус подтянутый, это правильная спина, это дотянутые стопы. И мы всегда начинаем изучать сначала классический танец. То есть у маленьких деток, которые там первый-второй класс, они занимаются на полу. Тоже классикой. Учатся правильно вытягивать стопу, вытягивать колени, держать спинку. Потом они уже, как во втором классе у нас здесь, они уже становятся у станка и обучаются именно у станка, как это уже делать в другом положении, не сидя и не лежа. Поэтому это всегда очень важно и очень нужно. Без этого хореографии не будет правильной, красивой. Приходят дети и, например, говорят, я не могу вот это сделать, движение, у меня не получается. Мы начинаем с ним разговаривать, говорим, давай вместе, давай так попробуем, ну, объясняем. И для ребенка эта поддержка, она очень много значит. Они потом понимают, что если бы мы не помогли, то он бы, допустим, не научился что-то делать. А если бы он не научился, ему бы не понравилось это дело. И, естественно, они из этого цепляются и с желанием идут, потому что они знают, что их поймут, выслушают и в любом случае им помогут. За годы работы в «Очаровательных глазках» появились свои, скажем так, исполнительские династии. Мама – самая юная участница, выпускница ансамбля. Я сама занимаюсь с первого класса уже 22 года. Я занималась в студии «Очаровательной песни и танца». Вот, и мне очень нравилось. И, естественно, у меня даже не было других даже вариантов. Я однозначно знала, что мой ребенок пойдет сюда танцевать. Это у нас был первый наш конкурс в эту субботу. Заняли мы первое место со своим танцем «Джамбо». Скажи, сколько тебе годиков? Сколько тебе годиков? Четыре. И раз, два, три, четыре. Аплодисменты юным балеринам. На сцене тем временем репетиция готовится к конкурсу в Воронеже. ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА But I know you've got the answers We all wanna know I never know how much I love you Never know how much I care Where they put my arms around you I got a fever that's so hard to bear You give me a fever When you keep sleeping When you hold me time Вот говорят, участники ансамблей становятся одной семьей Так оно и есть Представьте, репетиции, выступления, поездки Столько всего вместе переживаешь? Как тут не стать почти семьей? Выпускники ансамбля, а теперь студенты приходят сюда во время каникул Сейчас он выпустился, но оставил свою смену Брат теперь станцует Вот вы его видели в старшей группе Миша Дима пел Это просто алмазный голос Дима, можешь сейчас спеть? Тоже пел А капелла, да? А капелла Без подготовки, не распеваясь, ребята спели Выйду ночью, поле с конем Мы пойдем с конем по полю вдвоем Ирина Борисовна Зинкович Основатель и бессменный руководитель ансамбля «Очаровательные глазки» Когда коллектив только создавался, было всего семь человек, детей Сейчас у нас шестьдесят Из них одна треть – это мальчики Это наш золотой фонд И все работает на это И второй фактор – пришли действительно профессионалы своего дела Это два самых супер-хореографа Вот Денис Александрович и Алина Сергеевна И тренер, который занимается брейком И, конечно же, основное направление у нас тоже осталось – это вокал Приходят талантливые дети Нам остается только раскрыть их талант Вот и весь Еще у нас есть один сюрприз Он остался на протяжении 30 лет Мы озвучиваем Мы на каждом концерте, каждому празднику готовим новые номера Это стимулирует За один месяц нужно сделать Поэтому это держит в тонусе всех детей, всех хореографов Здесь в свое время занимались ее сыновья Теперь внуки А сколько же Елена? Она маленькая совсем Шесть? Ты еще в школу не ходишь? Да, мы еще и в садике Мы с садикой сюда бедаем Трогательно, но немного грустно На такой ноте не будем расставаться Покажем яролаж Представляете, его снимаем в очаровательных глазках Ну, Солтон, вообще хороша Узнали в главной роли директор 11-й школы Андрей Семигулин Понял? Понял Пусть очаровательные глазки радуют нас, зрителей Да и самих исполнителей Еще очень много лет А нам пришло время прощаться До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова